Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой. Эти слова как нельзя лучше характеризуют масштаб величайшего сражения Великой Отечественной войны. Битву на Курской дуге также принято называть битвой танков, которых было порядка 6 тысяч двух сторон. Воспоминание ветеранов не оставляет сомнений, Курская дуга стала серьезным испытанием для советской армии. Ну я как пехотинец, так что сложности очень сильные были, ведь там сосредоточено было очень много боевой техники, как с одной стороны, так и с другой. Ведь все готовились к этой битве основательно. И немцы готовились, и наши. Красная армия тоже очень готовилась. Ведь только 313 тысяч вагонов пришло сюда на фронта Курской битвы с военной техникой и с людьми. 313 тысяч вагонов, это не что-нибудь. Героизм был, потому что был патриотизм сильный у молодежи. Нам же было по 18 лет. Мы получали треугольнички письма с детдомов, со школ, где дети писали, отец, брат, сестричка, дедушка, убей фашиста, выгонят с нашей земли. Были такие эпизоды боевые, как Прохоровское поле. Это знаменательшие события, в котором с обоих сторон сошлись лоб в лоб одна тысяча танков. Такого в истории войн не было видно. Для Александра Баюры, профессора Брестского государственного технического университета, тема Курской дуги очень близка. Его отец, полковник запаса Николай Баюра, участник оборонительного сражения, был дважды ранен в бою. Поэтому, оценивая всемирно-историческое значение победы советских войск, Александр Баюра руководствовался фактами живой истории, услышанной из уст своего отца. Говорит, ну это ж июль месяц, дни короткие. Говорит, ну на ихнем участке трудно было различить, где день, где ночь. Дым, смрад, огонь, все горит, все дымит. Говорит, невозможно было. Сложности были с подвозом, боепитанием и даже просто питание. Непрерывные бои. Операция «Цитадель», стратегические решения советского командования по отражению противника, танковое сражение под Прохоровкой. Доклады, которые прозвучали на круглом столе, были объединены одной целью – показать героизм советского народа в великом сражении Великой войны. И тем самым воспитать на основе военных подвигов чувство глубокого уважения у современной молодежи. Мы посвящаем сегодняшний день, вот это мероприятие, не только участникам этой битвы, но и молодому поколению, которые мы помогаем воспитывать и говорить им, чтобы они были такими жестокими, мужественными. И если придет такой настанет период, чтобы они повторили тот подвиг, который подвело старшее поколение. Обратить внимание на это молодежи, потому что будут тоже представители из молодежных организаций. И в очередной раз осмыслить то, что произошло, чтобы память об этом важном событии продолжала сохраняться. На мой взгляд, конечно, эта битва, это сражение показало о том, что наш советский народ собрался в тот момент, остановил действительно наступательное движение немецких войск и переломал ход Великой Отечественной войны. Сегодня в Брессе 22 ветерана участника Курской битвы. И с каждым годом, увы, количество очевидцев тех страшных сражений не увеличивается. А значит, шансы прикоснуться к событиям Курской битвы, услышать подлинную историю героизма советского народа, безвозвратно уходят. Поэтому ветеранам важно знать, что их подвиг не забыт и свято почитается не только на всем постсоветском пространстве, но и во всем мире. Спасибо.